Кража по телефону или интернет-развод. В Дагестане в последнее время все чаще в полицию обращаются жертвы мошенников в сети. Новый вид преступления приобрел масштабный характер и теперь достаточно просто принять входящий звонок и поговорить с якобы продавцом. А там искусственный злоумышленник пускает в код все навыки психологии. Так и случилось с героиней нашего следующего сюжета. Хадижа Курбанова в продолжение темы. Всего было, значит, 102 тысячи 200 рублей. Такую сумму женщина перевела мошеннику, только поняла это не сразу. Все началось с того, как она выставила объявление на Авито о продаже кухонной мебели. Тут же откликнулись покупатели, обещали предоплату. Надо было только подойти к банкомату, что наша героиня и сделала. Только подошла со своей картой с 8 тысячами рублями на счету. Такой расклад мошенников не устроило, поэтому женщину попросили одолжить карту у подруги. Называет ее данные, то есть имя, фамилию, отчество и сумма, которая у нее лежит. А я знала, какая у нее сумма лежит. 94 тысячи с чем-то. Он мне сказал, введите то, то. В общем, там есть такая функция сервисы, справки и сервисы, потом мобильный банк и дальнейшие действия. И я просто запомнила один номер телефона, который он постоянно мне говорил, потому что я не могла понять, почему частично переводить нужно было эти деньги. И еще он сказал, что так получилось случайно, что все эти деньги, 94 тысячи, как бы по его ошибке перешли ему на карточку. И теперь, следовательно, мне надо будет сделать еще ряд действий. Ее убеждали, что деньги обязательно вернут. Растерянная женщина делала все, что ей говорили под ту сторону телефона. Ее торопили, путали комбинации различных действий. А в голове у нее был только испуг за чужие деньги. Мошенник заставил пострадавшую снять деньги с карты подруги, начислить на свою, а затем переоформил услугу мобильный банк на свой номер. И тогда он получил доступ ко всем имеющимся деньгам. Когда все операции мошенник проделал, ей сказали следующее. Ну, в общем-то, все нормально, мы вам деньги перечислили, и в течение часа придет ответ. Но тогда у меня закрались сомнения, я подумала, наверное, все-таки что-то здесь не чисто. И я пошла к моей подруге, во-первых, нужно было отдать карточку, а во-вторых, у нее узнать, все ли действительно у нее в порядке, вернули ли деньги. Она мне сказала, что у меня осталось всего 700 чем-то рублей. После этого женщина обратилась в полицию, и, как оказалось, она далеко не единственная жертва мошенников в интернете. Таких случаев в республике немало. Только за три месяца в полицию с подобными заявлениями обратились 24 пострадавших. Треть совершаемых мошенничеств в последнее время идет использованием сети интернет. Здесь в абсолютных цифрах это за год порядка мы получаем 250-300 мошенничеств. Раскрываемость преступлений такого категории сложно их раскрывать. Почему? Потому что преступник не обязательно должен быть рядом где-то. Преступник может быть даже в другом субъекте Российской Федерации. У нас Россия большая. Были вот в прошлом году люди вообще сидели в исправительных колониях Самарской области. И оттуда, сидя там, обзванивали потенциально своих жертв. Мнительные пенсионеры, наивные молодежи и даже взрослые образованные люди. На уловки и ухищрения нового вида мошенничества попадаются многие. Все потому, что мало кто знает, как отличить афериста от порядочного человека. Тем более, когда не видишь его воочию. Вроде по интернету говорят же, чтобы там друг друга сообщения кидают, чтобы вот эти всякие не открывали сообщения. Это не открывали. Я думаю, друзья, наверное, тоже подскажут, как лучше сделать. Мошеннические схемы постоянно развиваются, поэтому здесь сложно предугадать, что завтра будет. Если не столкнешься, не знаешь, надо сперва с ним столкнуться, перейти этот путь, потом только ты знаешь, а так вы... Но дожидаться, пока с этим столкнетесь, вы не стоит. К этой ситуации надо быть готовыми. МВД предупреждает, будьте бдительны, не ведитесь на слишком дешевые цены на товары. Обычно за их сбытом стоят лжепродавцы. Не раскрывайте данные своей карты никому, даже если вас об этом настойчиво просят. И тщательно проверяйте информацию о товаре и продавце.